Транспортных коридоров. Это интеграция логистических услуг Евразийского экономического союза в мировое цифровое пространство. Цифровые сервисы повышают привлекательность международных транспортных коридоров, что в свою очередь работает на уменьшение логистических издержек. Использование экосистемы позволяет сократить время самих перевозок. Основа построения экосистемы — это национальные логистические сервисы и платформы. В совокупности они дают возможность сформировать эффективный маршрут через страны Союза в Европу и Азию. Рассчитать точное время, не рискуя потерять его в очередях. Оптимизировать процессы за счет перевода процедур контроля и документов в цифровую форму. И даже дистанционное медицинское освидетельствование является частью транспортного коридора, что так актуально в эпоху пандемии. Не терять, а только приобретать со временем. Такова экосистема нашего Союза. Экосистема цифровых транспортных коридоров. Уважаемые участники, мы начинаем пленарную дискуссию на тему цифровые транспортные коридоры. На сцену приглашаются Дмитрий Баканов, директор департамента цифровой трансформации Министерства транспорта Российской Федерации. Гигам Варданян, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии. Максим Гал, руководитель проектов рабочей группы «Цифровые транспортные коридоры» Министерства транспорта Российской Федерации. Игорь Михайловский, директор научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Институт прикладных программных систем». Модератор дискуссии Мариана Ожерельева, ведущая корпоративного телеканала РЖД-ТВ. Также в дискуссии примут участие Сурен Папекян, министр территориального управления и инфраструктур Республики Армения. Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь. Руслан Баймишев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Эмиль Кайкиев, министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии. Тигран Саркисян, заместитель председателя правления Евразийского банка развития. Мистер Лин, заместитель генерального директора CTTIC. Мистер Сан, генеральный директор Ладжинг. Николаус Цемпиери, старший менеджер по инновациям и развертыванию Ertico ITS Европа. Коллеги, всем здравствуйте. Огромное спасибо, что вы пришли в зал, несмотря на все ограничения, которые существуют. Я приветствую также всех участников, кто нас слушает, кто подключились к нам по видеоконференц-связи. Спасибо, что вы нашли время и возможность. Мы сегодня говорим о цифровых транспортных коридорах и, безусловно, 2020 год, вот сегодня мы видим большое число участников, подключенных к нам удаленно, показал возможности и необходимость применения цифровых решений. Будем обсуждать, как же цифровые решения меняют транспортно-логистический комплекс в евразийском пространстве. Это очень важный аспект, потому что мы помним о наличии пяти государств, безусловно, каждый претендует на особую роль и важно понять, как вот в этой интеграции именно цифра сыграет свою значимую роль. Дмитрий Владимирович, первый вопрос адресую вам. Безусловно, мы видим возможности, сложности транспортных решений, которые сегодня применяются в части цифр. Подскажите, пожалуйста, вообще, как видит Российская Федерация развитие цифровых решений на транспорте в части именно логистического комплекса? Какие были риски и какие вы видите возможности в этой среде? Марьяна, добрый день, спасибо за приглашение. Приветствую всех участников нашего форума. Отвечая на ваш вопрос, там очевидно, ну, начну немножко с предыстории. Очевидно, что в себестоимости каждого продукта, любого, закладывается транспортная составляющая. Поэтому мы понимаем, что чем меньше издержка на транспорт, тем более эффективен и конкурентоспособен конечный продукт. Также мы понимаем, что 2020 год нам показал сильные ограничения относительно пандемии коронавирусной. И это же стало определенным стимулом для развития цифровизации транспортного комплекса. Потому что всем стало очевидно, что передавать бумагу друг от друга, какой-то документ, который здесь оформили, передали в налоговую, передали в какую-то компанию, трогать ее руками не гигиенично. Второе – это то, что скопление людей в одном месте тоже вызывает определенные трудности. И лучше сделать все дистанционно через приложения, которые есть у каждого из нас в смартфонах, в ноутбуках и в планшетах. Поэтому сама цифровизация не является каким-то инструментом выдуманным. Это уже становится неотъемлемой частью для того, чтобы вы были конкурентоспособны. Далее двигаясь по именно логистическому направлению. Все вы знаете, что в этом году с июня массово заработала система отслеживания грузов через пломбирование. И данный продукт показал, что эффективнее и дешевле везти напрямую, например, с Китая в Европу и из Европы в Китай через территорию России, заплатив за это определенную стоимость, чем объезжать. Это вокруг – это а. сроки и б. стоимость. Вот то же самое мы планируем и хотим сделать на территории ЕС. Какие основные составляющие? Все мы понимаем, что будут на всем протяжении определенные препоны. В виде каких-то издержек проверочных, пропускных режимов, каких-то приграничных пунктов. Но это не касается Беларуси и Казахстана. И нам важно сократить издержки в этих точках. А лучше их вообще убрать. Здесь цифра придет на помощь, получая электронный документ, заранее оформляя эту всю продукцию. Да, цифровые технологии, навигационные технологии в этом плане позволят сократить все эти издержки, сделать сквозной проезд, что увеличит эффективность и снизит, самое главное, опять вернусь, чего начал, стоимость. Нам очень важно, чтобы в стоимости продукта транспортные издержки как можно больше сокращались. Тем самым продукт дешевел и был конкурентоспособен. Почему? Потому что сейчас мы понимаем, что уникальность географического расположения России между Востоком и Западом позволяет нам развивать все транспортные коридоры. Например, даже вот в этом году здесь присутствует Александров Роман, директор департамента международного сотрудничества Минтранса. Минтранс распоряжение правительства вышло о создании автономной некоммерческой организации, которая будет как раз заниматься тем, что вырабатывать меры по стимулированию развития международных транспортных коридоров. Можно в дополнение вопрос? Вы сказали о том, что, допустим, на территории России и Казахстана и Беларуси это уже работает. Мы говорим об интеграционных процессах, мы говорим о Евразийском экономическом союзе. Здесь интеграция на экономическом уровне. И то, что вы говорите о снижении себестоимости, это тоже же экономика. Конечно. Профит получают все. Подскажите, пожалуйста, с точки зрения продукта, который мы сегодня обсуждаем, цифровые транспортные коридоры, вы видите это движение вперед всех участников друг друга в понимании, что в общем и целом мы можем все вместе выиграть? Конечно. И в этом году на площадке ЕАЭС был выработан ряд принципиальных решений. Таких? Максим Владимирович огромную роль к этому приложил. Первое. Это принято решение о создании платформы, которая позволит объединить все цифровые сервисы на одном ресурсе. В чем сейчас основная проблема? Что в каждой стране есть свои подходы, свои стандарты, свои документы. Например, условно, в ряде стран как таковой отсутствует, например, путевой лист. В России он до сих пор есть, пока еще в бумажном виде, хотя уже многие крупные корпоративные представители уже перешли на цифру, но законодательство не позволяет полностью от него отказаться. И нам важно вот все эти стандарты, все эти цифровые решения подвести под один знаменатель, чтобы все пять стран, которые участвуют в проекте, не имели никаких в этом плане разногласий, и тогда будет единое цифровое поле. И вот эти решения в этом году были приняты, подготовлены, и мы считаем, что 2021 год станет, наверное, ключевым по приросту движения в этом направлении. Спасибо большое. Мы сейчас идем к подключению онлайн. Емель Абдоколович, скажите, пожалуйста, с точки зрения Евразийского экономического союза, вот как Вы считаете, какие вызовы принес 2020 год с точки зрения именно цифры, и какие у нас сегодня есть возможности? Всякий раз, вот мы говорим сейчас о том, что у всех есть какие-то свои наработки, но мы говорим об общности. Как Вы видите вот это развитие общих интеграционных цифровых процессов в транспортно-логистической среде? Коллеги, нам слышим спикера. Подскажите, пожалуйста, технический отдел. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, мы Вас слышим. Спасибо большое, Марина. Ну, сегодняшняя встреча проходит тоже непростой эпидемиологической ситуацией. Конечно, большое влияние, отрицательное влияние на саму деятельность в транспортной сфере это оказал COVID-19, который привел к нарушению глобальных поставок, цепочек поставок, повышению волатильности на товарных рынках, и, как бы, изменив многие ключевые сектора экономики. Но транспорт также испытывает влияние указанных факторов и сказывается на основных показателях. И здесь, знаете, даже вот, если сравнить перевозки груза в Союзе за январь и сентябрь текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то он снизился на 6,6%. Особенно здесь сильно пострадали от введения ограниченной пассажирской перевозки. В результате их объема снизился на 43,1%. И здесь, но, как показала Пракия, вы знаете, здесь важное значение имеет тоже значительный вот такой прирост в сегменте транзитных железнодорожных перевозок, который показывает такой, как бы, высокий интеграционный потенциал для этого вида транспорта. Ну и здесь, конечно, необходимо, вот, как бы, и совместными усилиями обеспечить вот сохранение такой положительной динамики и укрепив эту вот перевозочную деятельность, в том числе мерами поддержки в области цифровизации транспортной деятельности. И здесь в рамках комиссии мы тоже проводим определенную работу. Это работа по созданию зеленых коридоров для бесперебойного обеспечения международных перевозок грузов. А также сформирован перечень автомобильных дорог с детализацией маршрутов. И, соответственно, конечно, мы ведем определенную работу. И, как бы, мы вот сегодня ощутили вот именно такую большую важность цифровизации, которая стала реальностью и инструментом обеспечения транзита. И удовлетворение таких вот, так скажем, повышенных требований к безопасности транспортных услуг. И здесь у нас комиссия, это большое внимание этим вопросам уделяется. Здесь у нас совместно сейчас с государственными членами союза проводится работа по формированию перечня сервисных и цифровых инфраструктур, реализуемых в целях формирования экосистем, цифровых транспортных коридоров. И с нашего союза. Были приняты ряд рекомендаций комиссии по устранению недостатков в организации движения поездов, использованию безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов. Ну и ряд других мероприятий. И здесь вот, как бы, в настоящее время, если смотрите, как я до этого говорил, уже упали перевозки грузов и пассажиров, тоже авиатранспорт, автомобильный транспорт, он тоже менее конкурентоспособен в настоящее время, вот именно при таких условиях, как бы, действия ковида. И здесь большую роль начали приобретать именно железнодорожные перевозки. И мы полагаем, что вот в числе основных факторов – это цифровизация и тенденция по переориентации отправок грузов на перевозках в контейнерах. Здесь вот, как показывает уже у нас статистика, в последнее время значительно увеличилось количество новых, как бы, и самих контейнеров, поездов, а также увеличение отправления грузов именно на ЖД-транспорте, используя ЖД-транспорт. И здесь я хотел бы тоже отметить работу государственных в рамках интеграционного проекта. Это АО «Отел КАЭРА», который занимает такую лидирующую позицию, о рынке евразийских железнодорожных транспортных перевозок. И, вы знаете, еще вот именно в период пандемии, вот как бы, на наш взгляд, четче проявились все-таки преимущества железнодорожного транспорта, который заключается в стабильности и надежности поставок контейнерных поездов. Можно-то вопрос? Эмилия Абдукалович, раз вы сказали сейчас о железной дороге и о транзите в евразийском пространстве, накануне господином Белозеровым, главой РЖД, была заявлена цифра, что у нас в транзите 5 миллионов, но мы в целом смотрим по сети, разбиваем эту цифру на то, что ехало в транзите, в экспорте, в импорте. Так вот, транзит там почти 14,5% рост. Скажите, пожалуйста, опять же, все говорят, ну вот ковид. Вот так случилось из-за ковида, да, там какие-то грузы ушли на железку. Ваша личная точка зрения, ваше личное наблюдение, мы должны отметить, что здесь электронный документооборот. Это как-то стимулирует, что было неким примером, что и на других видах транспорта это необходимо внедрять. Не просто потому, что это кому-то надо, а это выгодно бизнесу в первую очередь, это выгодно государству, которое не заморачивается в плане того, что сколько у нас будет пропускных пунктов, да, а это будет электронная система. Да, конечно, здесь преимущества есть определенные, вот как я до этого сказал, именно при перевозке грузов на ЖД-транспорт. Ну, знаете, там есть как бы и цифровизация свою большую роль играет, но здесь, конечно, надо еще применять другие требования, например, те же самые санитарно-эпидемиологические требования, которые при осуществлении перевоза грузов, то есть как бы минимально обезопасить, скажем, тот же персонал, который работает, и саму перевозку. Да, и здесь важна, цифровизация важна, но важны еще ряд других требований, которые надо будет, ну, как бы, соблюдать, в том числе санитарно-эпидемиологические требования. И здесь, как бы, работа сейчас у нас тоже ведется не только, вот, скажем, при вот таком непреимущественном, я бы сказал, ну, скажем, при таком хорошем, хорошем условии для перевозки грузов на ЖД-транспорте, но работа ведется и по авиаперевозкам тоже. Нам сейчас, как бы, идет работа по созданию определенных санитарно-эпидемиологических требований для перевозки грузов, ну, скажем, в этой области. Спасибо большое. Возвращаемся в студию. Игам Иванович, итак, говорят о том, что мы формируем, мы делаем. Подскажите, пожалуйста, если применимо к Евразийскому экономическому союзу, какие уже цифровые решения сегодня в транспортно-логистическом комплексе существуют, и как вы видите возможность, так скажем, преобразования, улучшения этих процессов? Все ли стоит за автоматизацией? Вот сейчас коллега нам сказал о том, что, конечно, цифры – это хорошо, но важно соблюдать еще и другие нормативы и от них не отходить. Спасибо за вопрос. На самом деле, ну, в первую очередь, хотел поблагодарить Министерство транспорта Российской Федерации за приглашение, возможность выступить. И вообще, транспортная неделя, на самом деле, стала такой хорошей площадкой не только для госструктур, но и для бизнеса. Я еще, помню, в 2018 году здесь выступал, уже тогда представителем бизнеса. И данная площадка позволила найти очень много партнеров. Тогда я армянскую компанию представлял, и получилось... Именно здесь, получается? Да, ну, это как раз в рамках транспортной недели был конгресс, по-моему, в рамках АОГЛа нас, если не ошибаюсь. Вот, и как раз там мы, как бы, смогли найти новых партнеров России. То есть, действительно, хорошая площадка, за это отдельное спасибо. По части вопроса по решениям, да, нужно понимать, что в комиссии здесь больше играет именно регулирующую роль, то есть консолидирующую, и здесь важна именно позиция стран, как страны сами видят развитие. С нашей стороны был озвучен проект, так это цифровые транспортные коридоры, который еще в рамках, еще в 2017 году был, по сути, обозначен главами государств. Здесь как раз я вижу, что Тигран Суренович тоже с Алексеем на связи, это он большую лепту внес вообще в развитие цифры в Союзе, да. Здесь ему тоже большая благодарность в этом плане. И по решениям, которые сейчас есть, я хотел бы отметить, что сейчас вот в рамках ЦТК, который идет в комиссии, мы на вот начальном этапе, у нас первый этап, который запланирован, чтобы мы к концу 2020 года должны обозначить те сервисы со странами, которые должны быть реализованы, да. На данном этапе мы просто фиксируем самые приоритетные сервисы, вот. А вообще в целом в рамках НИР, который был проведен, в комиссии там уже, ну, более 100 сервисов есть, которые можно будет внедрять, да, в будущем. Сейчас у нас этап именно сервисов, далее механизмов их реализации, далее мы будем уже там смотреть, какие соглашения необходимы. Но здесь я хотел бы отметить очень важную вещь, что сейчас все страны говорят об этом, это в принципе нормально, а о цифровом суверенитете, да, здесь это нужно зафиксировать. В этом плане вот платформенный подход очень часто воспринимается как некая, скажем так, общая, то есть наднациональная структура, которая, ну, она неоднозначно воспринимается. Поэтому у нас в принципе выработан некий механизм, который мы опробовали на одном из проектов цифровых, это связанное с рабочей силой, когда у нас получается распределенная система, то есть распределенная система, распределенная в плане платформ в каждой стране, которая уже объединяется вот в некую общую площадку, да, то есть систему. То есть нету отдельной платформы, которая верхняя и далее уже распределяется ниже по странам, а сама платформа представляет собой распределенную систему платформ в странах. В этом плане это техническое решение достаточно хорошее, оно как бы известно, это там в рамках API делается, но все равно мы можем говорить о платформе, которая в свою очередь не в классическом понимании, да, выглядит. — Так, там микрофон нужно выключить. — Спасибо. — Вот, так что в этом плане мы сейчас на начальном этапе именно формирования цифровых, экосистемы цифровых транспортных коридоров, мы формируем сервисы и переходим уже к этапу механизмов реализации, а также возможных, скажем так, необходимых соглашений, там с юридической точки зрения, чтобы все согласовать. То есть вот коротко отвечаю на... — Спасибо большое, вы упунули Тигран Суренович, и подключаемся. Тигран Суренович. — Да, добрый день, добрый день, коллеги. — Здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. Огромную лепту внесли, сейчас коллега подсказал, да, в расширении цифровых возможностей. Итак, у нас есть инфраструктура транспортная, у нас плывет, едет, летит, едет и по железной дороге, и по автотрассе. С точки зрения цифровой транспортной инфраструктуры, насколько готова она, и вот опять же, да, Гигам Леоныч ответил, что у страны есть свои какие-то решения, нужна некоторая комплексная система, которая бы эти решения объединяла и принимала, скажем, документы друг друга, например. Как вы видите здесь возможности именно институтов развития, чтобы повлиять на эти процессы, и как-то их объединить, все-таки, чтобы все это было воедино, во имя какой-то одной общей цели? Да, спасибо большое. Есть две составляющие. Первая составляющая, чтобы у нас были бесшовные транспортные коридоры, это, конечно же, нормативные документы, которые должны быть выведены на наднациональный уровень, потому что транспорт – это вот та сфера, которая в большей степени связана с интеграцией и в большей степени все участники этого процесса выиграют, если все эти транспортные коридоры будут бесшовными. А это означает, прежде всего, общие стандарты, общее регулирование, общие технические требования, общий подход ко цифровке, интераппельность всех систем цифровых, которые там есть. Вот это первая составляющая, важная. И здесь очень важна роль комиссии как наднационального регулятора для того, чтобы создать соответствующее поле, которое регулирует все эти вопросы. Вторая составляющая, которую вы затронули, как же реализовать эти проекты, конкретные проекты. И вот здесь роль института в развитии имеет принципиально важное значение. И я бы хотел напомнить, что в прошлом году в Ереване состоялся международный форум с участием глав государств всех стран Евразийского экономического союза, а также участвовал президент Ирана, премьер-министр Сингапура и также президент Молдовы. И эта конференция была посвящена именно реализации транзитного потенциала Евразийского экономического союза. В рамках вот этого форума была принята президентами декларация, где зафиксировано, что вот эти две составляющие должны быть реализованы и подчеркнута роль института в развитии. На данном этапе углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза, это имеет принципиально важное значение. Почему? Потому что первые пять лет формирования Евразийского экономического союза были посвящены именно формированию фундамента. А это нормативные документы, это регулирующие нормативные документы. А сейчас на втором этапе акцент переносится на институты развития, которые должны реализовывать конкретные проекты. С учетом решений глав государств и был создан фонд цифровых инициатив в рамках Евразийского банка развития. И целью фонда является уже конкретная реализация конкретных цифровых проектов с обеспечением финансирования этих проектов во всех странах. Уникальность нашего банка заключается в том, что мы единственный банк или институт развития на евразийском пространстве, который имеет свою основную целью именно стимулирование интеграции. Конечно же, в наших странах есть свои институты развития, но наши исследования показали, что они в основном ориентированы на реализацию национальных программ и национальных проектов. А Евразийский банк развития, он как раз вот тот институт, который сегодня уже получил мандат от глав государств реализовывать конкретные проекты. Какие-то приоритеты есть? И с учетом того, что конкретно по транспортным коридорам должна быть создана экосистема, это цифровая платформа, которая дает возможность реализовывать более 100 сервисов на этой платформе. Это означает, что мы должны через наш фонд цифровых инициатив реализовывать конкретные проекты, которые создают благоприятные условия для резкого увеличения реализации транзитного потенциала. В качестве примера я приведу, чтобы было понятно. Вот маленький проект, но очень важный. Это «Путешествую без ковид». Смотрите, какой удар получают сегодня наши транспортные сервисы. Это ограничительные меры, которые применяют все правительства для того, чтобы резко снизить риски заражения. Но в результате, конечно же, сокращаются транспортные перевозки. Для того, чтобы решить эту проблему, в том числе и на платформе транспортных коридоров, мы придумали такую цифровую программу, как «Путешествие без ковид», смысл которого заключается в том, что мы резко понижаем риски заражения людей, которые перемещаются между государствами. И вот, скажем, конкретный проект, который мы уже реализовали, с одной стороны позволяет управлять рисками, с другой стороны позволяет открывать эти коридоры для перемещения, в том числе и для наших граждан. Тигран Сыранович, последний вопрос. Мы ограничены по времени. Это может быть очень много. Спасибо. Последнее, очень коротко, прошу вас. С точки зрения приоритетных цифровых транспортных коридоров, кому отдаем пальму первенства? Что важнее сейчас развивать? Допустим, сделать электронную очередь на автомобильном транспорте, чтобы заранее, выезжая из точки А в точку Б, проезжая несколько государств, понимание было, когда я там буду, и что я не буду стоять. Может быть, приоритет там по железной дороге. Есть понимание сегодня у финансовой структуры, в будущем, на что больше выделять денег, просто в силу того, что это принесет больше возможностей для всех? Смотрите, разработанная концепция предполагает предоставление 100 сервисов. Они все важны. По мере подготовки этих сервисов, они и будут финансироваться. То есть те конкретные сервисы, которые со стороны частного сектора, со стороны государства, со стороны государства частного партнерства будут разработаны, они и будут в первую очередь финансированы. Но, скажем, я привел пример путешествию без ковид. Вот это приложение сделано быстро. Мы уже 4 декабря его запускаем, он будет работать. Есть проекты, которые требуют более детальной проработки и понадобится 2-3 года. Есть проекты, скажем, электронные сопроводительные документы. Это фундаментально важная вещь, чтобы все страны признавали бы эти электронные сопроводительные документы, потому что благодаря этому создается трансграничное пространство доверия, без которого невозможно обеспечить бесшовного перемещения товаров грузов и людей. Спасибо. Это означает, что приоритетность вот этих проектов будет определяться степенью готовности конкретных инициаторов этих проектов. И здесь, конечно же, принципиально важное значение имеют активное участие национальных правительств с тем, чтобы они сами бы выдвигали те проекты, которые они считают актуальными, которые они готовы финансировать и софинансировать совместно с нашим банком. И мы, конечно же, в приоритетном направлении будем обсуждать все эти цифровые проекты, которые будут нам представлены. Спасибо. Как раз сейчас у коллеги из Армении уточним, какой у них взгляд на решение, которое сегодня предлагается. Господин Попекиано, скажите, пожалуйста, с точки зрения Армении, как вы видите вот эти интеграционные цифровые возможности на сегодняшний день, транспортные именно, и, опять же, какие видите плюсы для Армении, для ее экономики в целом здесь. Оно готово так вот глубоко интегрироваться еще и в цифровой плоскости? Коллеги, ждем подключения. Так, мы продолжаем тогда дальше идем. Итак, сегодня мы обсуждаем транспортные коридоры, и, безусловно, есть понимание, я прошу сейчас, чтобы господин Ткач к нам подключился тоже, если хорошо нас слышно, есть понимание, что, несомненно, Беларусь сегодня развивает свои цифровые сервисы, огромные грузопотоки проходят через страну в Европу, и, несомненно, возникает вопрос, как Беларусь сегодня... Добрый день, мы вас сейчас не слышим, но нам говорят, что время подошло... Мы вас слышим, извините, коллеги из Беларуси, вы вопрос слышали, да? ...в нашей стороне... Частично, окончание вопроса не слышно было. Окончание вопроса следующее, давайте я тоже пытаюсь его вспомнить, значит, вопрос был в том, что какие сегодня видит Армения возможности интеграции в части цифры на транспорте, ну и, собственно, какие плюсы для себя, готовы глубоко сегодня интегрироваться с участниками Евразийского экономического союза в этой плоскости? Коллеги, мы ждем вашего ответа, у нас ограниченное время. Прошу прощения, это все-таки вопрос к Армении или к Беларуси? Нет, сейчас вопрос к Армении. Так, у нас перетасовка, вот возможности ВКС все-таки, да? Коллеги, нам не смешно. Цифра не панацея, правильно вы сказали, Дмитрий Владимирович. Коллеги, давайте подключим сейчас белорусскую сторону, а там будем дальше разбираться. С точки зрения Беларуси, как страны, через которую проходят огромные грузопотоки, какие цифровые решения сегодня вырабатываются, какие цифровые решения сегодня предлагаются, и готовы вы вот на этом многонациональном, межнациональном уровне нескольких государств взаимодействовать вплотную по цифре? И вы не слышите. Я прошу прощения, что перевиваю, но вас не слышно, Колизей, модератор. У нас показывает, что у вас выключен микрофон. Микрофон у меня включен. А, коллеги, давайте можно тогда, мы сейчас со студией отработаем, а там уже технический отдел разберется. Все-таки это живая дискуссия. Господин Михайловский, я обращу внимание на вас сейчас. Там белорусская сторона, здесь белорусская сторона, в принципе, возможно. Скажите, пожалуйста... Эмила Абдикалевич, Колизей на связи или нет? Возможности, вы предлагали цифровые решения, насколько я понимаю, IT-решения, для разных сегментов в Беларуси. Скажите, пожалуйста, как вы видите, во-первых, развитие цифр, что это будет в части именно транспортных коридоров, что это могут быть за решения. И вот каждый участник говорит об этом суверенитете, что нужно его сохранить. Как можно интегрировать решение суверенное каждой из стран? Как это может... Можно ли сделать так, чтобы это хорошо работало для всех, при этом при сохранении всех тех возможностей, которые есть у каждого? Микрофончик включите, пожалуйста. Да, нажмите на кнопочку. Да. Спасибо. Спасибо за приглашение на данный форум. Мы занимаемся этой тематикой, начиная с научно-исследовательской работы, которая была сделана по созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров. Но в целом, занимаясь информационными системами, и это не важно, к какому виду деятельности относятся, к какой отрасли, мы приходим к определенным вопросам, которые должны быть учтены при создании любой системы. Когда мы говорим о системе, которая охватывает пять стран, охватывает госорганы пяти стран и создается для бизнеса пяти стран, при этом мы рассчитываем, что эта система будет востребована и партнерами по производству, по логистике, по транспортным отраслям, буквально и азиатского региона, и европейского региона, мы говорим про, как минимум, два фактора, которые должны быть созданы. Первый фактор – это, наверное, идентификация всех процессов, всех участников, всех грузов и так далее, документов и тому подобных вещей. А вторая составляющая – это создание среды доверия. Любой пользователь, любой участник будет использовать цифровую систему только тогда, когда будет ей доверять. Что же для этого нужно и какие механизмы для этого надо использовать? Технологии сегодня говорят о многих подходах, здесь уже звучали эти подходы, это и платформенные решения, но я бы хотел подчеркнуть, для соблюдения национального суверенитета это прежде всего национальные платформы. Значит, для транспорта – это национальные цифровые логистические платформы. Значит, если говорить о том, чтобы бизнес начал использовать эти платформы и начал им доверять, значит, эти платформы на национальном уровне должны создать ту среду доверия и взаимодействия прежде всего с такими же платформами национальными во всех странах. И когда мы говорим о экосистеме цифровых транспортных коридоров Евразийского Союза, мы также должны говорить о трансграничном обмене. Есть технологии по созданию и среди доверия с использованием распределенных реестров. Опять же, сейчас очень интенсивно это используется при построении различных систем транспортных в мире, и это тоже надо учитывать. Но у нас существуют и другие факторы. Правильно звучали высказывания о том, что необходима нормативка, необходима стандартизация. Сегодня мы у многих стран говорим о нормативке по признанию электронных перевозочных документов, а очень большая часть в мире создаваемых систем говорит о данных. Не о документах, а о данных. Как ускорить эти процессы для того, чтобы при создании экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского Союза мы уже заложили формирование и обмен данными в среде доверия? Это, наверное, один из основных вопросов, который и должен решаться. Нормативные акты, они, к сожалению, как правило, запаздывают. И, возможно, в какой-то части они будут создаваться как раз уже под наличие технологий и под наличие той среды доверия, которой уже начнет доверять бизнес. Но в априори мы должны, конечно, согласиться. Экономика впереди всех вопросов. и впереди всех приоритетов это бизнес, который создает валовый внутренний продукт. Ковид, другие непростые ситуации в мире, они как раз таки и стимулируют. И сейчас надо понимать, что приложить надо максимум усилий для начала вот этого большого и с позиции нас, как разработчиков, очень интересного проекта. Можно уточнять еще вопрос? Короткий ответ прошу. Ваша экспертная оценка. Не получится ли так, что пока мы будем создавать все эти наднациональные, межрегиональные документы, пока мы будем заниматься всем этим сбором информации, случится так, что просто уже потребует этого сам грузоотправитель, придется просто навязать некую информационную систему внешнюю. Просто не успеем к этому моменту. Бизнес всегда создает системы быстрее, чем государство. И бизнес между собой договаривается всегда быстро. Если это выгодно, бизнес начнет обмениваться информацией уже сегодня. И уже это происходит. Существуют идеи-провайдеры, которые эти услуги предоставляют. Весь вопрос создать среду доверия, которой будут доверять и страны, и госорганы, и бизнес. Спасибо. Подключаемся. На связи с нами Армении. Господин Попекян, по-другому построю вопрос. Очень коротко. Готовлю сегодня Армении интегрироваться в части цифрового пространства. Как быстро и какие решения вы уже предпринимаете? Пожалуйста, минутки три на ответ. Спасибо. Глубоко уважаемые коллеги, за последние пару десятилетий произошло существенное развитие цифровых технологий. Это развитие привело к новым разработкам. И цель, задачи которых били и будут направлены на усовершенствование процесса. В том числе и в сфере оказания транспортно-логистических услуг. Как показывает современный мировой опыт, цифровизация транспортных потоков является первоочередной и неотложенной задачей, от которой зависит организация без препятствий перевозок и обеспечения экономической безопасности. Она может обеспечить экономический рост и положительную динамику развитию, качественное влияние сферы IT в транспортной отрасли, предоставить новые и удобные условия для участников рынка перевозок. Республика Армения придает важное значение применению информационной технологии в перевозочном процессе и своевременному и беспрерывному обмену информации, переходу от бумажных носителей к цифровым освобождению предпринимателей от существующих бюрократических процедур. Дорогие друзья, как полноправный член Евразийского экономического союза Республика Армения выражает свою заинтересованность и готовность выполнению мероприятий предусмотренных перечень сервисов и цифровой инфраструктуры, реализуемых в целях формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕС. В связи с этим предполагается создание универсального платформного решения как интеграционного компонента экосистемы ЦТК, что позволит обеспечить публикацию национальных сегментов приоритетных сервисов государств-членов на единой информационной платформе сервисов. Для достижения указанных целей необходимо приложить колоссальные усилия и я хочу заверить вас, что Армения располагает необходимыми ресурсами, чтобы стать полноценной частью этой системы. Помимо этого в Армении в настоящее время ряд других программ находятся в процессе осуществления. В частности начали работы по внедрению электронной системы, взимания дорожной платы больших грузов в основном. С этой целью били разработаны соответствующий пакет законодательных изменений и приставлен к обсуждению правительства Республики Армения. В рамках предложенного пакета предлагается взимать плату за каждый проезженный километр с грузовых транспортных средств с максимальной разрешенной массой 12 тонн и более. Одновременно предполагается внедрение электронной системы весогабаритного контроля, прорабатывающая правовые механизмы и технические возможности применения электронных проблем. В течение следующего года предусмотрено завершение работ по внедрельной системе электронного реагирования при авариях для транспортных средств, требованиям которым установлены технические рекламенты в ЯЭС. В основном мы можем говорить, что наша сторона готова и мы будем делать все усилия, чтобы получилась одна единая цифровая программа. Спасибо. Уточняющий вопрос, короткий ответ. Как вы считаете, получится ли действительно, если каждый из стран предлагает свое цифровое решение на транспорте в части логистики, объединить в некую интеграционную систему и чтобы это заработало на должном уровне? Я думаю, единый пакет поможет нам, чтобы то, что разрабатывается в едином порядке, Армения тоже смог присоединиться, так как вы знаете, что сегодня к странам ЯЭС, к рынкам ЯЭС Армения имеет только один путь, это путь через Грузию, через Верхний Ларс и основной грузопоток, автомобильный грузопоток и то, что сейчас планируется в рамках ЯЭС, Армения делает все усилия, чтобы смог в рамках стран ЯЭС тоже свое делает все усилия, что получилось так, чтобы вопросы решились так, как для нашего рынка, для нашей страны очень важна этот вопрос. Спасибо. Спасибо огромное. Подключаем сейчас Белоруссию. Павел Николаевич, скажите, пожалуйста, вот конкретно примеры сейчас от коллеги из Армении прозвучали, что будет сделано в 2021 году. С точки зрения Белоруссии, скажите, пожалуйста, по цифровым транспортным коридорам, что уже сделано и на что нацелены? Готовы вот так вот по крупному, что называется, в цифровом пространстве объединяться? Уже мои коллеги, добрый день. Относительно того готовности Республики Беларусь могу сказать, что сейчас у нас разработан проект государственной программы цифрового разбития Беларуси на 2021-2025 годы и уже туда включено мероприятие по созданию национального платформы электронной логистики. Относительно отдельных сервисов в ближайшее время на Совете Евросоюз экономической комиссии должен быть утвержден перечень из 11 наиболее первоочередных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров. В этот перечень уже входят те, которые реализованы на территории Республики Беларусь. В частности, электронная очередь у нас уже эксплуатируется наверное не менее 5-7 лет. Также у нас есть уже давно готовое оттестированное пробированное решение по применению навигационных пломб, которое на самом деле было продемонстрировано в том числе оператору Российской Федерации получило весьма высокие оценки. То есть мы в высокой степени готовности внедрять решения, продолжать их внедрение и интегрироваться в общую экосистему цифровых транспортных коридоров Союза. Какой план на ближайшие годы? Перспективы 2-3 лет. Что еще будет сделано? Для каких видов транспорта? Эти цифровые коридоры будут обозначены и более того присутствовать в информационном пространстве? Мое личное убеждение сейчас нам необходимо вместе все-таки выработать решение по внедрению электронной транспортной накладной, причем в идеале мультимодальной. Чтобы разные виды транспорта принимали участие в перевозке? Да. Я понимаю, что задача достаточно сложная, но я полагаю, что мы должны тоже себе поставить такую задачу. С точки зрения развития, что, скажем так, снижает возможности на ваш взгляд сегодня в рамках Евразийского экономического союза по участию реализации цифровых транспортных коридоров. Очень много сегодня говорят о донациональном уровне, но если мы обратимся к опыту того же Китая, допустим, да, и мы сегодня услышим представителя Лайджинка, здесь как раз возникает история о том, что изначально это была бизнесовая идея, бизнес ее предложил, а уже потом, когда проект стал национальным, он получил другие возможности. Как вы считаете, точка откуда идет? От бизнеса государство должно реализовывать это, кто интересант и кто должен исполнять? На мой взгляд, истина где-то посередине. Несомненно, те сервисы, которые может реализовать бизнес самостоятельно для взаимодействия B2B, тут вмешательство государства должно быть минимальным. Максимум, это действительно, учитывая, что у нас участвует бизнес от пяти стран, то необходимо действительно на уровне разработки общих стандартов, чтобы бизнес разного стран мог разговаривать, условно говоря, на одном языке между собой. С точки зрения, конечно, сервисов, которые должно предоставлять государство, то здесь должна быть одновременно подход как и бизнес навстречу государству, помогать, подсказывать, так и государство двигаться навстречу бизнесу. Если не B2B, а G2G рассматриваем, государство-государство, какие здесь вы видите сложности? Вот чего не хватает еще? Может быть, не хватает силы воли, не хватает какой-то закон творческой деятельности? Что мешает развитию? Почему где-то это может реализовываться, где-то нет? Ну, в первую очередь, наверное, у нас, как всегда, есть трудности с признанием электронных цифровых подписей, но этот вопрос решается, в ближайшее время будет решен. И в то же время вот на пространстве союза G2G взаимодействие пока осуществляется через интегрированную информационную систему. И все признали, что процесс немножко забюрократизирован, достаточно длительный и сложный. Но сейчас вот проводится аудит, и я надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на то, чтобы можно было G2G делать достаточно быстро, оперативно и для всех понятно. Спасибо огромное вам за такое качество ответов и быстроту, скорость реакции. Подключаем коллег из Казахстана. Руслан Нурашевич, вы нас слышите? Да, добрый день, коллеги. Приветствуем вас тоже. Скажите, пожалуйста, прозвучали сейчас тезисы о том, что делать сегодня Беларусь. Я хочу услышать также, что делать сегодня Казахстан в части цифровых транспортных коридоров. Все-таки мы понимаем, да, Казахстан, Китай здесь, то есть основные грузопотоки зарождаются сегодня в Китайской Народной Республике. Через страны Евроэс они идут в Старый Свет. Возникает вопрос, какие вы видите в первую очередь сложности сегодня, потому что груза много, его весь нужно вывезти, более того, существует конкуренция. И как именно цифра позволит, скажем так, преподнести конкурентные преимущества тех сообщений, которые проходят через пространство евразийское? Спасибо за вопрос. Ну, позвольте, во-первых, от имени Министерства индустрии инфраструктурного развития поприветствовать всех участников панельной дискуссии. Транспортная неделя это всегда масштабное мероприятие, которое создает условия как раз таки для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов. И вам, Марьяна, в этом спасибо. Сегодня я вижу, что получается. Через территорию Казахстана проложены железнодорожные и автодорожные магистрали, а также авиамаршруты, которые формируют эффективные трансконтинентальные коридоры в направлении Европы, Центральной Азии, Кавказа, Персидского залива и Юго-Восточной Азии. И на сегодняшний день в рамках транспортной политики и Содружества постоянным приоритетом является развитие евразийских транспортных коридоров, повышение транзитного потенциала, который в том числе достигается путем внедрения инноваций и новых технологий в транспортную отрасль. Вот в этом направлении Казахстан сегодня уже проводит работы. Мы перевели в электронный формат практически 100% в госуслуг в сфере транспорта, внедрили и уже реализуем систему взвешивания транспорта в движении. Не буду останавливаться на системах планирования и взаимоотношений с клиентами в ЖД-транспорте посредством АСУ-ДКР, это АСУ-магистраль для магистральных путей, это транспортно-логистические компании, которые используют СРМ-системы. Внедрена система плат порядка 1 тысячи километров автодорог, а к 2025 году мы вообще хотим 12 тысяч сделать платными. Внедряется система предварительного обмена информации между портами АКТАУ и Баку, а также завершена интеграция информационных систем ЕФРЭЙТ и АСТАНА-1 для предоставления предварительной информации о грузах, предлагаемых ввозу на таможенную территорию ЕАЭС в воздушный транспорт. Также особое внимание уделяется автоматизации управления международными перевозками. Все эти меры формируют национальную интеллектуальную систему Казахстана, направленную на обеспечение безопасности дорожного движения и повышение эффективности данных процессов. И данная система будет интегрирована с международной информационной системой посредством национального шлюза Казахстана, в том числе с государствами ЕАЭС в рамках проводимой работы по созданию цифровых коридоров. Уважаемые коллеги, как мы видим, создан инфраструктурный каркас и сервисные основы для развития транзита грузов, что дало существенные результаты, и нам необходимо продолжить развитие созданных конкурентных преимуществ и максимизировать транзитный потенциал транспортных коридоров через наши страны. В этой связи мы считаем стелесообразно проработать следующие инициативы. Это исключение от барьеров и излишних процедур при пересечении границ путем максимальной цифровизации документа оборота, перевод бумажных бланков и разрешений для перевозки грузов на электронный формат, эта работа проводится, и перевод бумажных документов в области авиационных грузовых отправлений на электронный документ. Внедрение вышеуказанных приложений создадут синергию в решении транспортных, финансовых, регуляторных аспектов и позволят продолжить повышение скорости движения грузов по нашим транспортным коридорам, облегчат взаимоотношения участников транзитных перевозок и исключат излишний документооборот и дублирующие процедуры при транспортировке грузов по транс-евразийским маршрутам. Если коротко, то это все. Большое спасибо. Как вы считаете, предлагаемые цифровые решения, как они меняют в принципе транспортный ландшафт? Вот что изменится принципиально? Нам могу сказать, а что у вас станет там больше автодорог, у вас станет протяженность больше железнодорожного полотна, у вас, я не знаю, увеличится количество самолетов, как это в целом принципиально, именно цифровой коридор транспортный меняет всю эту логистику. Давайте поясним, не знаю, груз быстрее поедет, быстрее будет оформляться документация, да, он не будет больше стоять там на таможне. Что принципиально изменит, чтобы потенциально грузоотправители, которые увидят, услышат, неважно, вот люди, которые нас слушают, просто понимали, для кого это? Для людей, для пассажиров, это для грузоотправителей, это в принципе важно для развития экономики стран, потому что транспорт влияет на ВВП государства. Как это повлияет? Мое мнение, что принципиально мы создаем условия как раз таки для бизнеса, чтобы они имели возможность и намерение, и понимали, что нет никаких проблем при отправке этих грузов и при их транзите. Вот пандемия COVID-19 показала нам эти проблемы. Мы в Казахстане ни на один момент не закрывали грузоперевозки, и может быть в тот момент хорошо вот эти все системы сработали, и они продолжают развиваться. То есть основной посыл все-таки это мы создаем систему не для государств на самом деле, мы создаем ее все-таки для потребителей, чтобы наши грузоперевозчики и отправители грузов могли быть уверены, что этот груз в рамках этой системы прозрачно, быстро и качественно пройдет без каких-либо дополнительных правов. Спасибо за очень понятный ответ. Подключаемся к студии, к Максиму Галадрюсу и вопрос. Максим Владимирович, с точки зрения цифровых решений, какие реальные кейсы сегодня есть в Российской Федерации? Вот коллеги из других государств нам рассказали, сегодня конкретные точные решения. Что уже сегодня сделано на территории России, если можно, может быть, какие-то примеры именно в транспортно-логистическом комплексе, которые реально работают? Марьяна, спасибо за вопрос. Коллеги, хочу поприветствовать всех, поблагодарить за возможность принять участие в этой дискуссии, интересное, безусловно. И что касается инициатив цифровых сервисов в области транспорта и логистики, которые сейчас реализуются на территории Российской Федерации, то здесь надо сказать, что вот это развитие и направление движения этих сервисов, реализация этих сервисов, они были инициированы достаточно давно. Но та инициатива, с которой Евразийская экономическая комиссия вышла на все пять стран в части реализации экосистемы цифровых транспортных коридоров, она дала дополнительный стимул и по сути своей сформировала определенный вектор развития, который мы внутри страны ровно так же планируем и уже сейчас используем как определенный инструмент и по сути своей проект, в рамках которого сервисы могут развиваться не только для решения задач на территории Российской Федерации, но и для решения задач по интеграции в международное транспортное пространство. И в рамках наших рабочих встреч, опять же, с коллегами из всех пяти государств на экспертном уровне, вот это движение в рамках создания экосистемы, оно позволило как раз консолидировать усилия в части реализации сервисов именно национального уровня. И на мой взгляд, вот эта инициатива дала как раз дополнительный стимул. В рамках Российской Федерации достаточно активно реализуются сервисы, касающиеся формирования электронных очередей на пунктах пропуска, перевод в безбумажный, в цифровую форму грузоспроводительных товаров, сопроводительных документов. И вот эти инициативы, они реализуются достаточно активно. И сейчас я считаю, что не только для Российской Федерации, но и для всех участников проекта принципиально важно синхронизировать вот это движение в рамках тех инициатив, которые Евразийская комиссия сейчас запускает и активно реализует в порядке согласованного плана. Это даст возможность всем государствам действительно выровнять ландшафт тех сервисов, тех информационных сервисов, той логистической, цифровой инфраструктуры, которая создается на территории для того, чтобы сформировать определенную синергию, синергетический эффект от реализации того, что уже делается в каждой стране. Потому что каждая страна сейчас, вне зависимости от этого проекта, реализует эти сервисы. И то, что сейчас появилась возможность синхронизировать развитие этих сервисов и в конечном итоге предоставить комплексный набор, то есть на территории всего Евразийского союза единообразных услуг для упрощения, сокращения транзакционных издержек и непроизводственных простоев при перемещении грузов, на мой взгляд, это очень большой шаг вперед, который мы всячески будем поддерживать на экспертном уровне. Здесь понятно, а с точки зрения реальных кейсов, которые есть в России сегодня, допустим, электронная, железнодорожная, накладная, про деформацию, понимаю, как представители РЖД ТВ, но все-таки она существует и по ней едут. Что еще существует сегодня в части цифровых решений, реальных, транспортных, которые помогают тому самому грузопроявителю, который снижает ту самую скорость доставки и стоимость того товара, и который для меня, как для потребителей, тоже плюс? Понятно. Сейчас с точки зрения реальных проектов, это опять же пломба, электронная пломба, которая тоже на территории Российской Федерации активно продвигается. Это электронная очередь на пунктах пропуска, это перевод без бумаги в рамках инициативы Министерства транспорта. Спасибо большое. Дмитрий Владимирович, вам уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, все те сфоровые решения, которые сегодня предлагаются, можно ли сказать, что кто-то кого-то опережает? Или мы сегодня не говорим о том, что кто-то идет много со временем, а кто-то идет быстрее? Важно именно, как сказал ранее Максим Владимирович, все это синхронизировать и поочередно, поступательно двигаться вперед. Однозначно, конечно, у всех разная степень готовности к данной интеграции. Кто-то, конечно же, опередел своих коллег, может быть, на пару-тройку лет. Но как раз наша основная задача сделать то, чтобы не те, кто вперед убежал притормозил, а те, кто немножко отстает, ускорился и равномерно... Помогать готовы в этом процессе? Да, конечно. Спасибо. Подключаемся к ВКС. Господин Лен Ронг, выведите, пожалуйста, на экран. Очень короткий вопрос, чтобы было понятно. Готова ли сегодня Китайская Народная Республика интегрироваться с цифровыми сервисами транспортно-логистического комплекса Евразийского экономического союза? Евразийского экономического союза ? Субтитры создавал DimaTorzok И проводим консультации, делаем вклад в международную работу И активно приветствуем инициативы каждой из стран Страны Европейского экономического союза одни из важнейших партнеров для Китая А многие из этих стран связывают Европу и Китай Огромные грузопотоки И сейчас у нас есть транспортные магистрали между Европой и Китаем Очень много стран охватывают эти магистрали То есть 10 тысяч участников у нас в этом году добавилось А всего 65 тысяч участников И мы активно продвигаем международную торговлю как экспорт, так и импорт Со стороны Китая Мы хотим полностью интегрироваться в систему поставок Китай-Европа Чтобы это все было бесшовно И мы с нетерпением ожидаем продолжения развития сотрудничества Мы также надеемся расширить сотрудничество с вашими странами Особенно в области логистики и транспорта И также я хотел бы Поделиться опытом компании Lodging Нашей китайской И помочь вам создать международное решение Для того, чтобы у нас было эффективное сотрудничество в области логистики Спасибо 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 Продолжение следует... 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 И мы ожидаем, что мы сможем эти наши наработки применить и при сотрудничестве с вашими странами, например, при работе с Владивостоком, при перевозке грузов по Транссибу, чтобы у нас была видимость всей цепочки поставок между Китаем и Европой. Уважаемые гости и представители компании, всем доброе утро, меня зовут Лизо, я из китайской, я представляю китайский информационный центр СИТЭК, спасибо вам за приглашение. И руководство Министерства транспорта Китая активно поддерживает развитие цифровых транспортных коридоров и единой цифровой системы. Компания Ладжинг – это национальная общественная информационная платформа для транспорта и логистики, национальная, и мы уже добились большого прогресса в создании единой цифровой среды для всей народной китайской народной республики. В 2020 году произошли значительные изменения в международной логистики из-за пандемии, и мы стремимся к тому, чтобы вся информация во всех странах предоставлялась вовремя. Конечно, возникают проблемы сейчас, но мы стараемся активно их преодолевать. Сейчас я хотел бы рассказать о международном сотрудничестве Ладжинг и рассказать о том, как мы делимся информацией со странами Европейского Союза. Ладжинг – это национальный мир для вас. Ладжинг – это инфраструктура на национальном уровне. Мы являемся сетью по логистике на всей территории Китая, связываем различные индустрии, различные города. И 10 лет уже насчитывает наша история. Мы активно работаем как на международном рынке, и на внутреннем рынке. Ладжинг – это национальный мир для вас. Продолжение следует... Ладжинг – это национальный мир для вас. В основном компания Lodging устанавливает стандарты по обмену информацией в области логистики, стандартизация данных. Мы здесь также организуем пилотные проекты для того, чтобы интегрировать мультимодальные перевозки по железным дорогам, по автомобильным дорогам, обмениваться информацией по транспортным перевозкам и предоставлять всю эту информацию всем заинтересованным лицам. На международном уровне Lodging основал сеть NUNET, которая обменивается глобальной логистической информацией между континентами. Спасибо, Петровна. Очень интересный опыт из Поднебесной. Коллеги, завершая нашу дискуссию, сейчас мы обратимся к партнерам из Европы. Господин Самперис, пожалуйста, подключитесь к нам. Мы сейчас услышали о том, как Китайская Народная Республика на примере Lodging взаимодействует с европейскими партнерами. Там прозвучала история про Германию, про Нидерланды. Давайте услышим сейчас, как Вы считаете, какие могут быть подходы взаимодействия вот этих точек соприкосновения той будущей цифровой транспортной экосистемы, которая будет реализована Евразийским экономическим союзом и, собственно, европейскими партнерами. У Вас уже есть интегрированная система. Готовы ли Вы объединяться здесь с ЕС? Прежде всего я хотел бы поблагодарить Вас за приглашение, за то, чтобы принять участие в этой интересной дискуссии. Прежде чем я отвечу на Ваш вопрос о том, как мы сможем обмениваться информацией, я хотел бы вкратце рассказать о том, чем мы занимаемся. Феникс – это европейская сеть по обмену информацией по логистике. И мы работаем в соответствии с рекомендацией международного форума по цифровой логистике. И мы хотим создать эффективную платформу, эффективную сеть для того, чтобы можно было проводить деловое администрирование и облегчить работу транспортным и логистическим операторам. Цель этого проекта – соединить различные цифровые платформы. И мы это делаем, рассматривая то, как можно объединить все протоколы, что есть общего. Это облачное решение для того, чтобы мы могли облегчить глобальное сотрудничество. И что мы видим сейчас, ну, может быть, недостаточно у нас есть по каким-то системам совместимости, потому что недостаточно совместимости. Много проблем с участием и проблемы с безопасностью, интеграция программного обеспечения. Все это очень важно для того, чтобы стабильно работала единая система. Это, конечно, будущее логистики. И здесь потребитель данных должен полностью принимать, естественно, политики владельцев данных. Должна происходить децентрализация хранения данных. Да, то есть сначала данные хранятся у владельца, а затем переводятся уже к третьей стороне. Это добавляет большую стоимость в бизнес. И, конечно, мы хотим создать новую эффективную инфраструктуру для того, чтобы на физических сетях это все работало. Ваш вопрос был, как мы будем, да, сотрудничать, как мы будем подсоединяться. Да, мы готовы. Можно новые институты принимать в платформу. Мы подписали соглашение о неразглашении информации с платформой «Феникс». И нам нужен выделенный здесь канал обмена информацией для того, чтобы новый институт, нового участника подсоединить. Когда есть конкретный коридор, еще не выработана там платформа, но есть поставщик услуги, и мы можем опять-таки с помощью разработки приложения сразу интегрировать этого участника в систему после того, как разработка будет завершена. Большое спасибо. Спасибо. Большое 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 спасибо. Практические шаги. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое уд Route Ig therefore Большое Sukadeo – форекс Apple 301 – перех отношения в фанале Ив Amays Pundit. Большое спасибо.